Пару месяцев назад в доме стали происходить странные вещи. Открываются, закрываются двери. А на прошлой неделе со стены сорвалась полка. А потом стали появляться надписи. – Какие надписи? – Угрожающего содержания. Один из наших постояльцев уверяет, будто видел ночью в коридоре второго этажа привидение. – Вот как. – Правда, накануне он выпил полбутылки вишневой наливки. Ну, в общем и целом, все выходит так, что в доме завелось в привидение. Понятно. В каждой старой усадьбе должно быть привидение. Точнее, легенда о нем. В общем, печальная история столетней давности. Да, у нас тоже есть. Правда, не такая старая. В девяностых в садовом пруду утопилась молодая женщина. В поселке верят, что она ночью выходит из пруда и бродит вокруг усадьбы. А вы-то что думаете по этому поводу? Я не верю в привидения. Думаю, что кто-то хочет выставить меня сумасшедшей или довести до сердечного приступа. Но им это не удалось. Правильно я понимаю? Нет. И они устроили несчастный случай. В общем, я хочу, чтобы вы узнали, кто и почему пытаясь меня убить. Вы можете жить в доме, сколько вам понадобится. У нас здесь вроде семейного пансиона. Мы задаем комнаты тем, кто приезжает поохотиться. Леонид мой сын. Вместе со мной управляет пансионом. Здравствуйте. Макар. Сергей. Очень приятно. Он вам покажет комнаты. А за обедом вы уже сможете познакомиться со всеми остальными. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Этот насыщенный бордо тебе к лицу. Правда, я думал, что он подходит больше к дамам Базяковского возраста. Серега, вообще-то это просто брусничный. Спасибо, Паша. Паша живет в поселке. А будни приходит помочь нам по дому. Лара, суп невозможно есть. И запах отвратительный. Мама, тебе кажется, суп нормальный. Не надо выгораживать сестру. Убери суп и подавай горячее. Лариса, моя дочь, по всем хозяйственным вопросам обращайтесь к ней. Не стой столбом. Поздоровайся. Очень приятно. Извините, моя дочь. Иногда она забывает о манерах. Передайте, пожалуйста, соль. Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Вы не познакомились? Это Инга, моя жена, Сергей, Макар. А это… А этот молчаливый юноша Всеволод Лещинский. Приехал поохотиться. Можно просто Всеволод. Очень приятно. Леня сказал, вы журналисты? Да. Журнал «Русская охота». Пишем цикл о старинных усадьбах и охотничьих хозяйствах. Да. У нашего дома прекрасная история. После обеда я покажу вам наш семейный альбом, а потом осмотрим угодья. Не думаю, что это хорошая идея. Простите? У Леонида слабое сердце. Жаренное ему не показано. Положите ему цветной капусты. В ней много магния. Ольга Федоровна, Леня уже взрослый мужчина. Он сам может решить, что ему есть. Мне кажется, простокваша и цветная капуста — не лучший выбор для мужчины. Прошу меня извинить. Приятного аппетита. Спасибо. Мама. Ну, мил. Если когда-нибудь тебя мама все-таки женит, я думаю, она будет тебе разрешать ей жареный картофель. Слушай, бабкин, настройся на серьезный лад. За тебя. А вы знаете, что родовитые предки этого почтенного семейства через одного страдали психическими расстройствами? Ух ты. Прадед моего мужа закончил жизнь в психиатрической больнице. А до этого родного брата застрелил. И что же они не поделили? Тот собирался жениться на прислуги и тем самым уронить честь семьи. А у Шостаковых две страсти — семейная честь и охота. Ой, знаете, даже ехать сюда боялась. Думала, ударит мамашу в голову голубая кровь. Оттого, глядишь, и пристрелит. Кого? Сына? Меня. А труп спрячу в тайной комнате. Подождите, есть еще и тайная комната? Да. Это семейное предание, что якобы где-то здесь, в оместе, есть тайная комната. Ну, я думаю, вранье. А еще в доме есть привидение. Ну, конечно, его никто не видел, но Шостакова утверждает, что иногда по ночам она слышит странные звуки. Но у нее непорядок с головой, я же говорю, у них это семейное. Она уверена, что ее кто-то хочет убить. А она кого-нибудь подозревает? Леню, Ларису. Ой, у них с Леней такой дикий скандал вышел из-за этого флигеля. Он хотел переделать его гостевой домик, уже даже инвестора нашел. А Ольга Федоровна встала на ДБИ и сказала, что, мол, только через мой труп. И с тех пор у нее что-то перемкнуло. Она уверена, что дети ждут, не дождутся ее смерти, чтобы распоряжаться имуществом. Ну что, готовы к осмотру усадьбы? Да. Ну, тогда я не буду вам мешать. Макар, до свидания. До свидания. У вас очень красивая жена. Да, я ее очень люблю. Она раньше работала бухгалтером в московском отделении «Анванты». Делала для нас налоговые отчеты, и мы тогда-то и познакомились. Ну, уже два месяца, как мы женаты, и Инга теперь живет здесь. Ну что, пойдемте. Я сейчас все уберу. Давай помогу. Лар! Лар, ну что случилось? Ничего. Просто у меня руки не с того места, голова тоже. Сядь. Нет. Это тебе мать сказала? Лара, ей просто удобно, чтобы ты так думала. Нет, ну она права. Просто все равно обидно это понимать. Мне знаешь, иногда хочется, чтобы она умерла. Стыдно-то. Да ничего стыдного. Я вообще удивляюсь, как ее никто не прибил с таким-то характером. Леню терроризирует. Тебя вообще держат за предмет домашнего обихода. Типа кофемолки. Лара, ну ты не кофемолка, слышишь? Повтори. Я не кофемолка. Ты помни об этом. У тебя кровь. Порезлась, наверное. Я же говорю, у меня руки не из того места растут. До революции дом принадлежал нашей семье. При советской власти дом отдали под коммуналку, и в каждой комнате жила семья. А после пристройки отчим расселил всех и приватизировал. И дом, и землю. А земли-то много приватизировал? Почти тысяча гектаров. Ух. Да, здесь великолепные охотничьи угодья, и при правильном положении дел можно получать очень неплохой доход. Послушайте, Леонид, скажите, а что это за история с привидением? Таня. Таня жила вот там вот, во Флигеле. Работала зоотехником. Родила ребенка, но вскоре после этого утопилась в пруду. Флигель закрыли. Я хотел его перестроить, и даже договорился с Козыревом. Козырев — это наша глава администрации. Но мама была категорически против. Они с Козыревым в давней ссоре. А подождите, за чего? Понимаете, Козырев и мой отчим, мамин уж, были лучшими друзьями. Послушайте, может быть, Козырев был влюблен в вашу мать? У вас она и так красавица двадцать лет назад-то. Нет-нет, не в этом дело. Дело в том, что мама до сих пор не может просить Козыреву смерть отчима. Подождите, Леонид, тогда вы меня вообще запутали. А причем будет Козырев? Понимаете, в девяностых годах отчим как раз работал главой администрации. Ага. Козырев служил из милиции. Тут у нас были бандитские разборки, что-то касающиеся продажи леса. Понятно. Козырев тянул отчима в это дело, и его убили. Да, убийца тогда так и не нашли, а Козырев как раз вел расследование. Послушайте, это будет репортаж, будет просто бомба. Еще один вопрос. А вот эта вот Таня, которая во флигеле жила, она где-то здесь похоронена? Да, на нашем кладбище. Хотите посмотреть модель? Конечно. Пойдемте. Мама ждет вас уже. Ксения Ильинична. Да. А мама вам говорила про голоса? Простите? Ну, мама слышит голоса, и она видела привидение. Только я вам не говорила ничего, ладно? Мам. Да. Ксения Ильинична пришла. Прошу. Проходите. Хорошо. Добрый день. Так, здесь больно? Нет. Нет? Нет. Ну что ж, повязочку несколько дней все же еще придется поносить, а в остальном вы молодец. Очень быстро восстанавливаетесь. Голова больше не кружится? Нет. Ну что ж, может быть, неприятные запахи чувствуете? Или посторонние звуки? Может быть, голоса? А почему вы спрашиваете о голосах? Ну, ваше сотрясение мозга и галлюцинации, спутанность сознания — это могут быть вполне нормальные последствия травмы. В этом нет ничего страшного. Нет, я не слышу никаких голосов. А от успокоительного, которое вы мне прописали, у меня постоянная слабость. Ну, усталость и слабость в нашем случае — это вполне нормальное дело. Других неприятных симптомов нет. Ольга Федоровна, ну, мне вы можете сказать? Ну, я же врач. У меня везде пахнет землей. Землей? Да, да. Такой навязчивый запах. Как на грядках после дождя или у свежевыкопанной могилы. Когда я хранила мужа, из могилы пахло точно так же. И потом голоса. Я почти все время их слышу. Особенно ночью. Вот ее могила. Крылова Татьяна Вадимовна. 69-й, 92-й. А вот это что такое? А, это ритуал. Местные говорят, что привидение помогает женщинам в беде. Ну, если у кого муж изменяет или вообще ушел из семьи, то поможет. А Яновский наш егерь говорит, что даже приносит сюда пироги. Жаль, пирогов нет. А что-нибудь еще? Ну, говорят, что Таня по ночам сюда приходит плести венки. А если кто увидит ее, то вскоре умрет. Ну и прочую чушь. Понятно. Деревенский фольклор. Ну да. Ну, ладно. Опять этот запах. Его невозможно есть. Ланя, ребенок в наказании ничего не может сделать по-человечески. Ты постирала скатерть. Лара, я спрашиваю, ты постирала скатерть? Мама Ерика, пьемолка! Лара, 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 детка. Лара, ты не заболела, детка? Я все это тебе говорю только потому, что желаю тебе добра. Вспомни, что случилось, когда ты меня не послушала, Лара. Детка, все-все-все. Тихо-тихо-тихо. Ларочка, тихо. Шостаков сказала, что на нее полка упала. Чуть не прибила. Ага. Сереж, ты эту полку видел? Странно, что она на нее раньше не упала. Их, по ходу, делали при царе Горохе. Ты мне скажи, что там у нас с надписью на зеркале? Да никаких следов. Либо зеркало вымыли, либо вообще там ничего не было. Понятно. Послушай. Слушай. Может, видеонаблюдение установим, а? Макар. Сереж, если с ней действительно кто-то играет в привидение, мы его поймаем. А если это просто плод больного воображения Шостаковой, то сдадим пленку, получим гонорар и уедем с чистой совестью. И пусть они сами разбираются, что там с ней делать уже, в психушку отдавать или дом оставлять. Погоди. Мама звонит. Алло. Да, мам, привет. Нормально все. Ты не болен? И что, не тошнит и голова не болит? Да нормально все со здоровьем. Кружится только от работы иногда. Тогда слушай меня внимательно. Значит, одна сведущая женщина мне сказала, что ты должен найти полынь, сорвать ее, потом зашить красную тряпочку и носить на шее. Мам, какая полынь? Какая красная тряпка? Ну не перебивай ты меня, пожалуйста. Это же от сглаза. А полынь она сглаз убирает. Хорошо, нарву полынь, заверну ее в красную тряпку. Ну ладно. Хорошо, молодец. Я тебя целую, сыночек. Пока. Ну что, будем травку искать? Сереж, ты-то не начинай, а. Мама считает, что на меня порчу навели. Говорит, что если не сделаю оберег, скончаюсь в страшных муках. Я надеюсь, ты-то хоть в эту ерунду не веришь? Макар, я не могу верить или не верить в то, чему нет объяснения. Ты же сам знаешь, в мире многое из того, чего нельзя объяснить. Есть много в мире друга раций, что вашей философии не снялось. Поход придется и тебе травки нарвать. А то, может, на тебя порчу наложили, а мы не знаем. Извини, я не знала, что ты занят. Нам надо поговорить. Ну, конечно. Я понимаю, ты взрослый мужчина. Мам, да все в порядке. Нет, далеко не в порядке. Твоя жена тебя угробит. У тебя больное сердце. Тебе нужен режим, покой, диета. А ты начинаешь есть холестерин, ездишь с ней на велосипеде. И потом, проси, пожалуйста, секс — это тоже серьезная нагрузка на сердце. Ты что хочешь, получить инфаркт? Мама, ну, я бесконечно тебя люблю. Знаю. Ну, давай договоримся. Наши отношения с Ингой касаются только нас. Ну, разумеется. А чего, собственно, я ждала? С тех пор, как она появилась в нашем доме, мое мнение здесь ничего не значит. Мам. Мам, ну, это не так. Ну, мам. Красивое место. Добрый день. Здравствуйте. Стрелять ходили. А вы, смотрю, по грибы? Да это я сегодня решил. Обычно под Рязань ездил, а вот сейчас решил здесь попробовать. Говорят, шикарная тут грибная охота. Я думаю, тут и рыбалка шикарная. Завтра хочу попробовать. Серег, ну ты аккуратней с рыбалкой-то, а то вдруг привидение выловишь. Слышали, у вас тут привидения водятся? Ну, насчет привидений не в курсе, но если очень повезет, можно повстречать Ксению Ильиничну. А Ксения Ильинична это у нас кто? Это местный врач. Из Петербурга перебралась. Работала там в какой-то очень хорошей клинике. Два месяца назад раз все бросила и сюда переехала. Зачем, почему, никто не знает, что у нее там произошло. Интригующе. Действительно интригующе. Ни с кем не общается, ничего про себя не рассказывает, но говорят, по утрам купается на Гишом в Шостаковском пруду. Ух ты! Да, не скучно тут у вас. Ты только Нике не рассказывай, кто где купается на Гишом в пруду. Мне тогда точно скучно не будет. Это девушка его. Ага. Пойми меня правильно, Марин. Деньги не мои. Кредит предоставлен администрацией. А платежи уже за полгода просрочены. Да, я понимаю, мы заплатим Эдуару Михайловичу. Уж постарайтесь. Жду до конца месяца, а дальше не в защите. Спасибо, Эдуард Михайлович. Ты чего, Паш? Ты чего? Не бойся, ничего он нам не сделает. Давай, иди-ка, покорми кур. Давай. Иди. Привет, красавицы. А-а, явился наконец. Явился. Козырев только что приезжал. Говорит, у вас платежи по кредиту просрочены. Не заплатите, говорит, придется ваш дом на продажу вставлять. Да шиш ему с маслом, а не то. Да, ты сам это Козыреву скажи. Идея с кредитами твоя. Почему я должна с ним объясняться, пока ты по бабам шляешься? Да нет у меня никаких баб. Ты что думаешь, я дура? Ты что, не понимаю, что ты к докторше ходишь? О, смотри-ка. Спасибо, что у тебя ее платок в кармане, Аня Левчик. Я ее до штаковых подвозил, а она в машине оставила. Неужели, если бы я с ней спал, я бы платок в карман прятал? Так ты куда навострился-то, а? По бабам пойду. Слышь, Арсений, я не шучу. Знаешь, что ты опять к ней ходила? Убью обоих. Картинка смазана. Сереж, потому что не нужно было своими пальцами объектив хватать. Да ладно, не надо грязи, Илюша. Ничего не хватало. Не хватало. Ну-ка. О, нужно было просто резко снастроить. Знаешь, что я думаю, Серега? Мне кажется, на штакового никто не покушался. Не, ну если она хочет видеонаблюдение, она его получит. Ты думаешь, она сама с тетницей упала? Не исключено. Хотя, с другой стороны, если Шстаков помрет, или окажется в доме престарелых, Лень тут быстро все переделать на свой вкус. Кстати, а кто-то из них точно врет? Либо Лень Шстаков, либо его жена. С чего взял? Я проверил. Московский филиал фирмы «Анванта» открылся как месяц назад. А вот полгода назад, когда якобы там работала Инга, его не существовало. Слушай, надо бы побольше вообще разузнать про эту его Олеговну. Может, она не только про работу врет, а? Помнишь, Шстакова говорила, что все эти всякие странности в доме стали происходить именно тогда, когда появилась Инга Олеговна. Сереж, я бы слова Шстакова делил напополам. Пока ничего сверхъестественного и необычного я не вижу. Никто не умер. А-а-а… Шстакова! Папа. Мам, ты в порядке? Что случилось? А почему я должна быть не в порядке? К чему весь этот переполох? Мамочка, мы слышали крики, мы перепугались. Ничего не случилось. Я задремала после обеда. Очевидно, вскрикнула во сне. Вот и все. Мам, давай я тебе дам успокоительное. Я возьму, если понадобится. Мне кажется, успокоительное требуется. Скорее тебе. И вообще уходите, уходите. Я должна остаться одна. Идите. Макар, останьтесь. Подождите. Она была в моей комнате. Стояла вон там. Мам. Кто? Женщина. Женщина. Это была женщина в белом платье. А вы ее узнали? Нет. Нет. Я не успела ее разглядеть. А она как? Просто стояла или что-то делала? Она пыталась меня убить. Тише, Ольга Федоровна. Успокойтесь. 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 Она пыталась меня убить. Я закричала. И она, она, она просто, просто исчезла. Вот. Осталось только это. Это может быть зацепка. Доказательство. Макар, Ольга Федоровна, к сожалению, вот это не может быть зацепкой. Вы успокойтесь. Мы во всем разберемся. Отдыхайте. Прилягте. Пойдем. Пойдем. Да. Так, больно, когда нажимаю? Ой. Что? Да не, не. Нормально. Нормально. Вам не скучно в лесу-то, Ксения Ильинична? Нет, не скучно. Здесь больно? Да вроде нет. А то бы съездили со мной в город. Там по дороге, у речки, место красивое. Вот не понимаю я вас, Ксения Ильинична. Опять нет. Может, счастье свое пускайте, а? Счастье, Арсений? У меня будет, когда ты перестанешь время мое рабочее отнимать. Ну, почему же отнимать? У меня сердце болит, а вы сразу. Да что ж это такое? Яновский, у тебя сердце на прошлой неделе вообще справа было, а сегодня в области желудка упало? Ну… Одевайся. Других жалоб нет? Есть. По ночам плохо сплю. Все об вас думаю. Советую больше о жене думать. Может, ты спать лучше будешь. Не поможет? Настойка пустырника или валерьяны. И вот направление в город на ЭКГ. Так я это… Следующий. До свидания. Сереж, послушай, в общем, с камер стало понятно, что к Шостаковой в спальню никто не входил, окна были заперты изнутри. Поэтому это просто плод ее воображения. Ну зачем все это она придумала? Это покушение, привидение… Чего? Камера не всегда фиксирует привидение. Сереж, я тебя прошу. Я читал. Так, скажи мне, зачем дамам в нежном возрасте от семидесяти и выше писать заявление в полицию, что кто-то ограбил их почтовый ящик? Послушай, Шостакова просто упала с лестницы. Ее никто не сталкивал. Конечно, ей хочется думать, что ее кто-то столкнул. А не вовсе то, что она стала старой и ноги не держит. Все, Серень, я в Москву уезжаю завтра. Не понял. А Шостакова? Да что ты заладил со своей Шостаковой? Все, дело закрыто, покушения нет. Сереж, хочешь оставайся, сходишь на рыбалку, на охоту. Тем более давно хотел, тем более за все заплачено. Пусти. Понимаешь, а меня Левитин попросил там в одном дельце помочь. Ты чего? Что это в офигере? Ничего себе. Нет, один я здесь не останусь. Пошли. Интересно. Давай. Ты куда? Ося! Ты давай здесь, я там проверю. Давай. Давай, помогай, ищи. Давай, давай, ищи, ищи, ищи. Ося! Макар! Подожди… Бабкин, ты че? Серый, ты где? Серег, ты че фонар-то выбросил? Я видел своими глазами. Серега, ты с ума сошел? Мы с тобой этот флигель сверху донизу прочесали. Если ты ее видел, куда она делась-то? Да по чем я знаю? Сереж, ты… Слушай, держи фонарь, пойдем еще раз проверим. Не-не-не, никуда я не пойду, Вакаро. Если ты… Серега. Пожалуйста, я видел то, что я видел, если ты хочешь сам, пожалуйста, я здесь тебя подожду. Подожди, подожди. Серега, э, ты что боишься? Ну, ничего, я не боюсь. Просто не вижу смысла с тобой туда ходить. Сереж, только не говори мне, пожалуйста, что ты веришь во всю эту ерунду. А, ты что, серьезно думаешь, ничего подобного не существует? Не существует, Сереж, все это бред, все это больное воображение. Все эти бабки-ежки, все эти привидения, все эти инопланетяне. Вот если бы сто лет назад кому-нибудь показали мобильник, он тоже подумал бы, что это бред и больное воображение. Ладно, я остаюсь. Что? Не еду в Москву. Буду тебя охранять. Чтоб ты тоже умом не тронулся, как Шостакова. А то вдруг еще синих чертей увидишь. Ты ничего не видел. Никаких синих чертей. Сереж, ну, все только начинается. СИГНАЛИЗАЦИИ Дай здесь. Валька, ты что, сдурел, что ли, а? Ты что, опять привидение мерещится? Да ничего, мне не мерещится. А ты чего не спишь? Ничего. Ося вон, скребется у меня под дверью. Полчаса. Надо выгулить. Так давай, а… Иди спи уже, а. Мне все равно не спится. Пойдем. Иди спи давай. Иди спи. Тихо, тихо. 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 Простите. Вы в порядке? Да, кажется. В порядке. Что все это значит? Вообще-то вас стреляли. Кто бы это мог быть? Я совершенно точно знаю, кто. И кто же? Это Марина Яновская. Жена здешнего егеря. Давайте помогу. Спасибо. За что же она убить-то вас хочет? Считает, что у меня роман с ее мужем. Понятно. Хороший повод. Побудьте пока здесь. Так. А вот и вторая. Так. А вот и вторая. Ксения Ильинична, никого же не убили, не ранили, так? Ничего себе, никого не убили. Ну, как говорится, нет тела, нет дела. Да вы что, не понимаете, что эта женщина уже угрожала Ксении Ильиничной? Ну, за угрозу у нас уголовная ответственность не предусмотрена. А выстрелы в лесу? Кстати, где доказательства, что стреляли в Ксению Ильиничну? Да вы… Может он этот человек, он в воздух стрелял? А знаешь, сколько тут ружей такого калибра? Почти у каждого в поселке. Вообще-то есть баллистическая экспертиза на минуту. Я в курсе. Но к твоему сведению, для этой самой экспертизы нужны основания. Труп, ранение на худой конец. У меня ни того, ни другого. Да вы поймите, что появись я на секунду позже, Ксения Ильинична была бы уже мертва. Как вас там, Макар Андреевич? Ты статью писать приехал? Так вот и пиши. А в мои дела не лезь. Ясно? Ясно. У вас все. Свободны. Да уж. Полиция у вас тут отлично работает. Да, они у нас горят на работе. Послушайте, Ксения, я вот хотел спросить, почему вы переехали? Вы же вроде из Питера, да тут вдруг такая глушь. Так сложилось. И вообще, знаете, Макарь, я вам очень благодарна, что вы сходили со мной к участковому. И за то, что проводили, тоже спасибо. Дальше я как-нибудь сама, и вы и так на меня полдня потратили. Так, Ксения, вы только не обижайтесь. Не хотите, можете не рассказывать. Но до дома я вас все-таки провожу. Значит, пишете статьи? Да. И думаю, это будет бомба. Привидение, стрельба, боевик. О привидении вам сказала Шостакова? А с чего вы взяли? У нее галлюцинация. И это следствие травмы. Ух ты, еще и галлюцинация. Точно будет бомба. Слушайте, ну вот про галлюцинации не слышал, а видел, как она принимает какие-то препараты. Это же вы ей прописали. Да, я. И я не понимаю, почему всех так интересует состояние здоровья Шостаковой. А кого всех? Всех — это вас и Козырева и… Не, ну я-то журналист. А Козырев? Подождите, Козырев, он же глава администрации. Да, верно. И он задавал точно такие же вопросы, что и вы. Очень интересно. И что же вы ему ответили? Что состояние пациента — это врачебная тайна. И вам я могу повторить то же самое. Понимаю. Клятва Гиппократу. Гиппократа. Козырев ждет, не дождется, когда я умру. Считает, когда меня не станет, сможет уговорить детей продать дом. Он что, хочет купить дом? Да. Дом, лес, всю усадьбу. Хочет лишить нас всего. Ага. Вот а мало что. Из-за него я лишилась мужа. Интересно. Здравствуйте. Я журналист. Меня зовут Макар Льюшин. Я вот статью пишу. Хочу написать о Шостакова, ее мужа. Я слышал, у вас тут какие-то убийства происходят? Так, уходите. Приехали охотиться, милости просим. Хотите писать про усадьбу? На здоровье. Но выращивать прошлое изглубкого любопытства не стану. Слышать о Шостаковой ничего не хочу. И обсуждать смерть ее мужа и этой бедной девочки не намерен. Всего доброго. Подождите. Спасибо. Здорово, Сереж. Привет. Как дела? Не клюет пока. Слушай, в общем, разговорил я с секретаршу Козырева. Подлей. И она мне сказала, что Козырев на самом деле хочет купить усадьбу у Шостаковых. А дети Шостаковой, Леня и Лариса, рассказали, что их мать в последнее время сильно сдала, и что у нее с головой что-то не в порядке. Поэтому, скорее всего, они сами скоро смогут всем вот этим распоряжаться. Имеется в виду, что Шостакова признают недееспособной? Именно. Поэтому Козырев и интересовался здоровьем Шостаковой и Ксении Ильиничной. Серег, у тебя клюет, по-моему. А знаешь, что занятно? Дело самоубийства Тани Крыловой и дело мужа Шостаковой, которого, кстати, застрелили в тот же день, когда Таня утонула. Вел один и тот же человек. Козырев. Так. И что интересно, что оба дела пропали. Ну, якобы пропали. Когда архив ремонтировали. А вот теперь клюет. Давай. Давай. Сорвалась? Тан Niek. Подъем. Порядка. Продолжение следует... Куда же я ее дел, а? Слушай, Серега, ты мою кофту не видел? Какую? Мою любимую. Ну-ка, встань. А, цветонасыщенного бордо? Нет. Сколько тебе раз говорит, не насыщенная бордо, а простой брусничный. Посмотри, куда Ларис пошла? К себе. Точно. Куда же я ее дел, а? Сахар? Сев, это не то, что ты думаешь. Просто порезалась. Ты не просто порезалась, Лариса. Ты себя наказываешь. Понимаешь, когда человек хочет себя подсознательно за что-то наказать, вот он и начинает биться о углы, подворачивать ноги. Но пойми, Лариса, тебе совершенно не за что себя наказывать. Я желаю смерти собственной матери. По-твоему, это нормально? Ты желаешь освободиться, а это не одно и то же. Мы должны довести начатое нами дело до конца. Только тогда твоя жизнь изменится. Только давай сразу же договоримся. Парапсихология не оперирует такими понятиями, как привидение. Можно? Можно? На самом деле, привидений не существует. Привидение Лариса. Это то, что привиделось. Это тонкие, малоизученные материи, с которыми мы и работаем. Ну, ты готова? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Внимательно посмотри на эту фотографию. Не волнуйся. У тебя все получится. Просто сосредоточься. Внимательно смотри на мой кристалл. Дыши спокойно. Размеренно. Ты чувствуешь, как внутрь тебя проникает приятный, теплый свет. Я ее чувствую. Она здесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Пару месяцев назад в доме стали происходить странные вещи. Репортаж будет просто бомба. Еще один вопрос. А вот эта вот Таня, которая во флигале жила, она где-то здесь похоронена? Лара, я спрашиваю, ты постирала скатерти? Мама Эрика, певолка! Мама Эрика, я слышал, у вас тут какие-то убийства происходят? Слышать о Шестаковой ничего не хочу. И обсуждать смерть ее мужа и этой бедной девочки не намерен. Мама Эрика, я ее чувствую. Она здесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так как говорите, ваша фамилия? Моей фамилии там точно нет. Меня интересует информация о смерти Татьяны Крыловой. В июне девяносто второго года она погибла. Та, что утонула в Шестаковском пруду? Да, она. А вы ее знали? Немного. Таня работала зоотехником на ферме. Ей выделили жилье во флигеле у Шестакова. Ольга Федоровна была очень недовольна. Почему? Ну как, они только-только приватизировали дом. Она почувствовала себя полноправной хозяйкой. И тут вдруг муж говорит, что во флигеле будет жить чужой человек. А вы, случайно, не знаете, почему Татьяне Крыловой не дарили другое жилье? Хм. Так может, не было свободного-то? Я сейчас. Угу. 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 Вот. Вот так. Так. Вот июнь. Июнь. Странно. Извините, но мне кажется, здесь не хватает страниц. Случайно, не те, где была информация Тани Квиловой. Быть не может. Я два месяца назад выдавала это. Кому? Можете посмотреть в записях? Да я прекрасно помню. Подшивку брала Лариса Шестакова, дочь Ольги Федоровны. Я разговаривал с дедулькой. Он в девяностых был главным редактором «Ясной газеты». Так. Так вот, он рассказал, что тело Тани Крылова нашли в пруду, вскрытие не производилось. Козырев сам осмотрел тело и быстро написал заключение. Которое потом пропало со всеми другими документами. Кстати, к Шестаковым Таню Крылову подселили. Именно с подачи Козырева. То есть? Ну, Таня тогда жила в бараке. А в этом бараке тусовались рабочие слесопилки. Пьянки, гулянки и все такое. А она была беременна. У нее случился конфликт с этими ребятами. На вызов приехал Козырев и отвез Таню к своему другу. К Шестакову? Да. А когда Таня погибла, по-быстренькому закрыл дело. Угу. Странно. Ничего странного. Он тогда все силы бросил на поиски убийцы своего друга Шестакова. Говорят, он сутками не спал и всех на уши поставил. Но убийцу, между прочим, так и не нашел. Вот, Сереж. Убийцу не нашел. Заключение пропало. Угу. Хорошенькая дельца. Ладно, ты там говорил, что Таня беременна была. Что с ребенком? У нее родственников не было. И ребенка определили в органы опеки. Кстати, я вот думаю, почему Лариса Шестакова выдрала Ларису из подшивки? Может, тоже привиденья боится? Ну, или их видела. Сереж. Да. Кстати, сейчас пойдем во флигель и проверим записи с камер наблюдений. Убедимся, что никаких привидений нет, и ты будешь спать спокойно. Пойдем. Прямо сейчас? Я еще не доел, Макар. По дороге даешь. Пойдем. Если здесь кто-то и был, Серега, то явно не привидение. Привидение за собой он грязные следы не оставляет. Макар, твоя? Не понял. Какого черта? Нарвал бы ты полыни, Макар. Мама плохого не посоветует. Дай сюда кофту. Интересно. Не могу понять, кто это? Это Паша, паденщица Шестаковых. Ты же ее видел. А, да-да-да. Так. А, вот твоя кофта. Интересно, зачем она ей понадобилась? Может, тоже нравится насыщенный бордо? Может быть, ей и ты нравишься. Тогда серьезно. Приехали журналисты. Так. Суютнулся чужие дела. Пытаются на свет божий вытащить старые делишки. Вот я подумал. Может быть, вчера стреляли не в Ксению Ильиничного? А в кого? В тебя. Ты не думал об этом? Да ну не. Не-не-не-не. Маловероятно. Прокрути дальше. Так. Главное, что мы доказали, что никаких привидений не существует. Угу. Макар, посмотри, что это? Ничего себе. Перемотай. Погоди, погоди. Куда она делась? Не могла ж она сквозь стену пройти, а? Вот именно она это и сделала. Так, Серега, люди сквозь стену не ходят. Это правильно. Ты сказала, не я. Люди сквозь стену не ходят. Так, Сереж, замолчи. Никаких привидений не существует. А это что-то? Подожди, Паша. Может, она что-то видела? Так, я быстро смотаюсь к Яновским, а ты еще раз проверь запись. Может быть, ее кто-нибудь смонтировал, а? Проверяй по таймингу, чтобы он не прерывался. Давай. Хорошо. О, господи. Ольга Федоровна сказала, что Паша ваша родственница. Я хотел бы с ней поговорить. И может, она не с кем разговаривать. Уходите. С Пашей несчастье в больнице, Анна. Давай, детка моя, пей. Ага, еще глоточек. Маленький глоточек. Молодец. Ложись, ложись, моя хорошая. Ложись. Сейчас мы тебя согреем. Холодно, да? Отдыхай. Так, что с ней? Истерический паралич. Его еще называют психогенным. Реакция на сильный стресс, горе или испуг. Яновские нашли ее рано утром на дороге, недалеко от дома Шостаковых. И она уже была в таком состоянии. А как скоро она поправится? Думаю, не скоро. Тем более, что Яновская сказала, это не первый случай. Паша уже впадала в такое состояние после смерти бабушки. Кстати, говорят, бабка у нее была местная ведьма. Я не знаю об этом, но девочка тогда год пробыла в больнице. И полностью она так и не оправилась. Ксения, а мы можем с ней поговорить? Это бесполезно, Макар. Я думаю, она вас не услышит. Ну, хотя бы попробовать. Нет. Нет. Ей нужен покой. Ксения Ильинична, вы поймите, это очень важно. В доме Шостаковых что-то происходит, и мы пока не можем понять, что. Паша, скорее всего, случайная жертва. Если это не остановить, может пострадать еще кто-нибудь. Что вы… Ну, о чем вы говорите? Она вчера была во флигеле, и там она кого-то увидела, кто-то ее очень сильно напугал. И нам нужно понять, кто это был и почему это происходит. Кстати, ваша? Да, я потеряла его на прошлой неделе. Откуда это у вас? Мы нашли его в этом флигеле. Я задам всего лишь несколько вопросов. Нет, это исключено. Состояние пациента для меня на первом месте. Извините, я не могу рисковать. Понятно. Это из района. Я заказывала машину, чтоб за Пашей приехали. Алло. Алло, да, говорите громче. Что-то со связью. Алло. Сейчас, секундочку. Повторите еще раз, пожалуйста, где? Значит, через сколько вы подъедете? Мы вас ждем. Что-что? Паша, Паша, вы меня помните, а? Я Макар. Скажите, а зачем вы ходили во флигель? Посмотрите, кто это был? Кто там был? Скажите. Кого вы видели в зеркале? Кто-то появился там? Вспомните, кто это был? Кто это был? Подождите, пожалуйста, тише, тише. Тихо, 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 тихо. Что творите? Отойдите. Держите ее, держите. Держите. Держите, она может сама себя покалечить. Тихо, 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 тихо. Подождите, секундочку. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, 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 подожди. Потерпи секундочку. Ой, тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Молодец. Ой, тихо, тихо, держите. Тихо, 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 тихо. А теперь вон отсюда. Ксения, папа. Оба! Я думала, вы нормальные люди, все понимаете. А вы такие же, как ваши коллеги журналисты. Убирайтесь отсюда! Мы все объясним. Вон! Никакой совести. Тихо-тихо-тихо. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, малышка. Я тебя больше не оставлю. Макар, ты уже пятый раз осматриваешь этот угол. Сереж, осмотрю, пятый, шестой, седьмой, сто пятьдесят седьмой. Не проходят люди сквозь стену, понимаешь? Я хочу разобраться, куда она подевалась. Вот именно, что она отсюда никуда не подевалась. И пленка чистая. Я проверил, там нет никаких монтажных склеек. И вообще, под эту чертащину я не подписывался. Макар, мы уезжаем. Нет, Сереж, мы остаемся. Ты видел эту девчонку, Пашу? Хочешь так же? Слушай, о чем ты вообще говоришь, а? Это Паша сумасшедшая. Она забавляется тем, чтобы подбирать чужие кофты, фонидоскопы и открытки. А Шестакова вообще мерещится галлюцинацией. Ты во всем этом видишь объяснение? Я десять лет в органах отработал. У меня два боевых ранения. Я могу спокойно встретиться с бандитом, убийцей, маньяком, с психом в белой горячке. Но это не бандиты, Макар. Мы вообще не знаем, что оно такое. Серёжа, мы прекрасно знаем, что оно такое. И это такое морочит голову и делает нас дураками. У нас просто ума не хватает разобраться во всем этом. На, держи. Охота на призраков. Чё за ерунда? Думаю, она поможет тебе найти его. Ты где это взял? Здесь лежал. А что? Самое интересное, Серёжа, на последней страничке. Ничего себе. Мне кажется, мы его поймали. М? Значит, говорите, поохотиться приехали. Ну, в какой-то мере, да. А что, какие-то проблемы? Это из библиотечной подшивки. Это вам Лариса Шестакова передала? Я вас не понимаю. А я вам сейчас объясню. Ольга Фёдоровна Шестакова чуть не погибла, упав с лестницы. Паша Яновская находится в больнице. Оба случая нанесения вреда здоровью и угрозы жизни. Статья сто девятнадцатая Уголовного кодекса Российской Федерации. Два года решения свободы по решению суда. Для решения суда нужны доказательства. Мы их найдём. Не совершайте ошибки. Серёж, давай я задам пару вопросов. Ты ответишь на них честно, добровольно. Вы нас поняли. А вы вообще кто такие, чтобы меня запугивать? Мы, Всеволод Евгеньевич, журналисты, страшные люди. Меня интересует, куда исчезла ваша ассистентка ночью во флигеле. А? А какой ассистентке вы вообще в своём уме? Что это здесь за комедия? Два года по сто девятнадцатой, Всеволод Евгеньевич. Это уже не комедия. Это драма. Это я, я во всём виновата. Сева тут ни при чём. Лариса, успокойся. Успокойся, я прошу тебя. Сева парапсихолог, он написал книгу, я её прочитала, попросила приехать, потому что мне нужна была помощь. Я просто хотела, чтоб Таня больше не приходила. Он не виноват, правда. Тихо, помолчите минутку. Вы что, хотите сказать, что в доме действительно живёт привидение? Парапсихология не оперирует такими понятиями, как привидение. Я надеюсь, теперь у вас всё? Дурдом какой-то, Серёжа. Вы не думайте, я не сумасшедшая. Я знаю, что Таня утонула, но она правда является ко мне. Это в детстве ещё началось. Да мы ничего не думаем. А вы скажите, при каких обстоятельствах? Днём или ночью? Ночью. Я просыпаюсь, и она стоит около кровати. А вы кому-нибудь рассказывали об этом? Маме. Но она, она отвела меня к врачу. А врач что сказал? Врач сказал, что это сонный паралич. Это когда сон путается с реальностью. Но сны не бывают такими реальными. Понимаете, я один раз проснулась, а Таня стоит около моей постели и гладит меня по голове рукой. А рука такая холодная. А как она выглядела? Может быть, пальцы зелёные или лицо? Макар? Нет, нет. Она выглядела абсолютно нормально. В белом платье. И она пахла цветами. Таня всегда пахла цветами. Может быть, духи такие или что-то. Скажите, а когда она снова начала вам являться? Примерно два месяца назад я шла во флигель. Мама попросила меня отнести старые вещи. И я увидела женщину в белом. Подумала, что это Таня. Как раз в этот момент я читала Севину книгу, и я попросила его приехать разобраться. Наладить связь с тонким миром. А, понимаю. Миром духов. Ну, это устаревшее название, но если под духом вы подразумеваете некую энергию, то да, безусловно, это именно так. А зачем вам контакт с ним налаживать? Чтобы понять, что Таня от меня хочет. Вы понимаете, нам же удалось наладить связь, но в контакт мы никак не можем войти. Мы поняли. А скажите, а вы где были в тот момент, когда Ольгу Федоровну слезть столкнули? И сегодня ночью? Мы были у меня в номере. У нас были сеансы. Все свои сеансы я записываю. Можете посмотреть запись, если вы вдруг считаете, что Лариса… Подестаньте, ничего мы не решили. Мы понимаем. Мы просто хотим разобраться, кто Ольгу Федоровну столкнул, кто вот Пашу пугает, кто вообще всю эту чертовщину здесь развел. Это же очевидно. Это же Таня. Так, где здесь мои береги? Слушай, я вообще не пойму, как вы их находите, эти грибы. Как-как? Они любят меня. А ведь на самом деле… Шнурок развязался. Существование этого тонкого мира, или как вы его называете, мир духов, тоже ведь пока никто не доказал. Нет, конечно, существуют. Фото, видео, свидетельства очевидцев. Существует даже аппаратура, которая фиксирует паранормальные всплески. Но ведь ни одного духа для исследований по-настоящему предоставлено до сих пор не было. То есть, получается, ты сам не веришь в то, чем занимаешься? Ну как? Обратного же ведь тоже никто не доказал, что духов не существует. Да, верно. Макар Андреевич, я допускаю, что кто-то желает зла Ольге Федоровне. Но это никак не Лариса. Лариса никому не может причинить зла. Так. А нам что, нравится? Дело не в этом. Если б вы только знали, как ее терроризирует мать. Так. Она поехала учиться, повстречала парня. Ну, конечно, у нее не было никакого опыта отношений. Парень через полгода испарился и скинул на нее все свои карточные долги. Вот как. Шостакова, конечно же, разрулила эту ситуацию, но до сих пор попрекает этим Ларису. А Лара считает себя по гроб жизни, обязанной ей. Понятно. Я могу попросить вас кое о чем? Давай. Могли бы вы не говорить Ларисиным родным о… ну, о наших сеансах. Они просто не дадут ей житья. Поверьте, Ларисе очень надо избавиться от этих призраков. Договорились. О! Еще беленький. Ну, давай. Вот так. Иди сюда. Хороший мой, а. Макар! Еще! Серега, погоди, не рви. Дай хоть посмотреть, как они растут. Он твой! Дождись, Макар. Мне тяжело, Макар. Тяжело. Ребейте, блин. Серега, какие-то скользкие они. Может тут поганки? Сам-то поганка. Не очень. Ох, холодина. Где-то у них тут наливочка была. О! Слушай, Серега, у меня вообще последнее время впечатление, что я в дурдоме. Какие-то привидения, ритуалы, потоми комнаты. Двадцать первый век за окном. О! Ты как? Давай. Не оставь уже друга выпивать в одиночестве. Кстати, ты на грибы-то не греши. Потом за обе щеки будешь уплетать. Это я тебе гарантирую. Ага. Посмотрим. Ну, будь здоров. А ты чего? Ну, вообще-то я не алкоголик. Я без закуски не пью. Ладно, сейчас принесу. Ты чего? Макар. 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 Конец. Сереги, Ильич, что? Слава. Пропустите. Представляете, мы просто шли за грибами. А что случилось? Успокойтесь. Я успокоен. Да помолчите же вы. Да я молчу. Что, Стива? Пульс слабый. Так, слабый пульс. Это порча. Да какая порча? Вы в своем уме? Да нет. Просто как ее снять? Вы можете мне не мешать? Я не мешаю. Он просто выпил, встал, хотел пойти и вдруг… Замолчите. Если вы не будете мне мешать, я сама все сделаю. Пока. 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 Ты слышишь? Вы можете смеяться, но я знаю случаи, когда на человека наводят порчу, и он без видимых причин начинает болеть. Сергей, порча здесь совершенно ни про чем. Это отравление. Сергей, порча здесь совершенно ни про чем. Это отравление. Тише, 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 тише. Вы что? Вам нужен покой, не надо вставать. Успокойтесь. Все нормально. Просто голова немного кружится. Ты вчера чуть коньки не отбросил. Тебя отравили. Спасибо скажи Ксении Ильиничне. Спасибо. Все грибы твои. Говорил тебе поганки. Это были белые грибы. Ксения Ильинична. Скажите ему. Да, Макар. Грибы тут совершенно ни при чем. В настойке, которую вы пили, была лошадиная доза атропина. Вот. Как так? Меня что, кто-то хочет отравить? Я думаю, не вас. Шостакову. Интересно. Простите, что я накричала на вас. Когда? Вчера. Я не знала, что вы частный детектив. Боялась, что вы в этом замешаны. В чем? Макар, Шостакова кто-то травит. И кто-то из ее семьи. Почему вы так думаете? Успокоительное, которое я ей прописала, может давать побочные эффекты. Но не те, на которые жалуется Шостакова. Головокружение, тошнота, галлюцинации. Такую побочку могут давать психоделики. При регулярном приеме картина может напоминать старческую деменцию. При передозировке — смерть. То есть, вы думаете… Что лекарства ей кто-то подменил. Вы об этом кому-нибудь еще говорили? Нет. Но я взяла образец препарата в спальне Шостаковой и попросила приятеля из местной больницы сделать анализ. Вот результат. Я была права. Лекарства Шостаковой кто-то подменил. И этот же препарат подсыпали в ее фирменную настойку. Которую я вчера и маханул. Да. Ольга Федоровна сама ее делает, сама же иногда выпивает по рюмочке. Настойка горькая, поэтому больше ее никто не употребляет. Ага. Ну что ж, мне пора. Макар, выздоравливайте. Завтра я вас навещу. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. А, спасибо. Макар, а ты чего только давали? Теперь будем делами заниматься, Сереж. Прав я был кто-то травить Шостакову. А привидения? Какие привидения? Все это трюки. Теперь мой любимый вопрос. Кому выгодно убить Шостакову. Именно. Ну все, теперь все будет в порядке. Как он? Через несколько дней окончательно оправится. Ну, слава Богу, мы так за него переживали. Ну я пойду. Подождите, Ксения, у вас есть минутка? Что такое? Да я хотела по поводу Лени с вами переговорить. Ему опять было плохо сердце. Может, посмотрите его? Да, да, конечно. Ну что там? Еще две опоры менять надо. Прогнило все. А, ну завтра займись этим. Лень, Лень. Слушай, такое дело. Мне деньги нужны. Ты можешь одолжить? Я отработаю, ты же знаешь. Я бы не просил, но Козырев грозится дом за долги отобрать. Да еще эту историю с Пашей. Ну, в общем, Маринка вся на нервах. Не знаю, во что это нам вся больница вылезет. Извини, Арсень, не могу. Нет свободных денег. А тебя мои ружья еще интересуют? Ружья? А что, будешь продавать? Ну, а куда деваться? Того глядя на улице останутся. Ты что, берешь? Извини. Да, милая? Да. А это не можешь подождать? Ну, хорошо. Жена вызывает. Я к тебе вечером зайду, поговорим по этому вопросу. Ага. Сейчас все в норме. Отличное давление. Отдыхайте. Через месяц пусть сделает повторную кардиограмму. Вы должны помнить, что он должен очень белечься. Никаких чрезмерных нагрузок. Хорошо, я поняла. И на всякий случай, всегда держите под рукой его сердечные капли. Приступ может повториться, и если он не вовремя примет лекарство, исход может быть печальным. Вы что, хотите сказать, что я могу его потерять? Ну, если не будете осмотрительны, возможен и такой исход. До свидания. Спасибо. Ну, что? О, ты не спишь? Как ты? Нормально. Слушай, у меня новость. Ты лежи, лежи, не вставай. Жена Лёни, Инга Олеговна, проходила три года назад свидетельницей в деле о смерти своего первого мужа, некоего Игнатова. Ух ты. И чего умер? Ну, официальная версия – несчастный случай. Несчастный случай – лучший друг несчастной женщины. Вот именно. Так вот, у Игнатова был брат, а он судился с Ингой Олеговной за наследство. Хочу съездить с ним поговорить. Отлично. Давай, поправляйся. Давай. Интересные дела. Сашка на ней женился всего через две недели после знакомства. Мать считала, что Инга его приворожила, даже к бабке ходила, чтобы Инку от Сашки отводить. Но ничего не получилось. Я тогда на севере работал, на свапе меня не было. И с Ингой познакомился только на похоронах. На похоронах брата. Да нет. Матери. Она никогда на здоровье не жаловалась. А после того, как Инга к ней переехала, через полгода умерла. Это Инга ее отравила. Простите, а вскрытие это подтвердило? Да не было никакого вскрытия. Сказали, что смерть произошла по естественным причинам. Но я-то знаю, что это не так. А через неделю погиб ваш брат, верно? Да. И Инга получила все его имущество. Это она его на тот свет отправила. Я и в полиции то же самое сказал. Но они сказали, что нет состава преступления и закрыли дело. Тогда вы пошли судиться за наследство. А почему вы иск отозвали? Не было у меня другого выхода. Она мне звонила все время с угрозами. Но я ее послал. Потом у меня загорелся дом. Я чудом спасся. А пожарные говорят, что это якобы из-за пробудки. Но я-то знаю, что это она все подстроила. Тогда решил, что разберусь сам. Вот. Три года жизни. Я тут кое-что накопал. Позвольте. Хотя мне мешали. У нее, оказывается, был муж. А Сашки. Знаете, что с ним случилось? Что? Он погиб. Заживо сгорел в доме. Она получила страховку за дом и переехала в Москву. Угу. Вот и что, посмотри. Ага. Так, получается, кто у нас может травить Шостакового? Ну, пойдем по порядку. Например, Лариса. Она хоть не сталкивала мать с лестницей, а это доказано, она все равно заинтересована в продаже дома. Лень тоже заинтересован. Пусть не в продаже, заинтересован в инвесторе. А если еще иметь в виду прошлое его жены, а, скорее всего, она подсунула таблетки. Игнатов, конечно, может, и свихнулся на этом деле. Я факты проверил. Давай, излагай. Вот, посмотри. У Инги это третье замужество. Оба предыдущих мертвые. Ну, где два, там и три. Ну? Получается, Серега, если с Шостаковой что-то случится, все имущество переходит ее детям. Лариса во всем слушается Ингу. У Лени больное сердце. Так что немного больше жареного, немного больше секса и готово дело. Кстати, я видел стимуляторы у него в ванной. Макар, они плохо на сердце влияют. Именно. Так, значит, что мы имеем? Лариса, Инга, Леня. Осталось узнать, кто наш чемпион. Хорошо бы не узнать, хорошо бы за руку поймать. Это да. Да. Слушай, ну-ка, позвони своей подружке Нике. Зачем? Звони, звони. Разыграем небольшой театр. Попросим, пусть Шостакова нам подыграет. Пусть представится риэлтором и скажет, что у нее есть клиент, который готов дать хорошую сумму. Но ждать долго не готов. Максимум — неделю. Я думаю, покушение на Шостакова тоже не заставит себя долго ждать. Алло. Привет, Ник. Это я. По делу. Да подожди. Как ты? Знаете, мы готовы обсудить любую цену. Простите, я уже сказала, я не собираюсь продавать дом. Ну, не стала бы, конечно, отказываться от такого выгодного предложения так быстро, потому что рынок падает. И не факт, что в ближайшее время вам поступит такое выгодное предложение еще. Повторю, я не заинтересована в продаже. Этот дом принадлежал моим предкам. Нам стоило огромного труда вернуть его. Я совершенно не намерена расстаться с ним. Лара! Здрасте. Ты не сваришь нам кофе? Угу. Следующий поезд через час, и вы как раз успеете выпить чашечку кофе. Да, спасибо. Ну, пожалуйста, все-таки вы подумайте еще раз, потому что речь идет о хорошей цене. Да. А что это за мадам с твоей матерью? Покупательница приехала уговаривать дом продать. А что она? Дай угадаю. Снова отказывается? Ты же ее знаешь? Конечно, знаю. Родовое имение нельзя продавать. Ей нужно, чтоб ты состарилась в этом доме. Умерла старой девой. И тебя похоронили в тайной комнате сумасшедшего прадеда Тихона Иванович. Знаешь, мне кажется… Кофе у тебя убегает. А? Простите, я должна ответить. Да, да, конечно. Спасибо вам большое. Кофе великолепный. Скажите, вас кажется, Лариса зовут, да? Угу. Лариса, можно с вами поговорить? Ты действительно хочешь всю жизнь прожить здесь? В лесу с мамой? Но они же сделали по-настоящему хорошее предложение. И барышня права, рынок падает. А ты уверен, что если ты через три года захочешь продать дом, ты сможешь выручить за него хотя бы половину той суммы? Инга, меня это не интересует. Я не хочу и не буду продавать. И потом, мы уже с тобой говорили на эту тему. Ну и ладно. Похрани себя в деревне. С милым, как говорится. И в шалаше раньше. Слушай, совесть имею. Тысячу женщин готовы убить ради такого шалаша. Ч-ч-ч-ч. Я сейчас готовься. 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 А-а-а. А-а. А-а. Сир. Это… Инга! Иди, иди, как это? Инга! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Инна, не спится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и о чем вы собираетесь заявлять в полицию? О чем? Да ты что, не убила нашу маму? Леня, дорогой, да с чего ты взяла? Прекратите ломать комедию! Вас застали с подушкой в руках у моей постели! И что? Ольга Федоровна просто хотела поправить вам подушку! Разве закон запрещает поправлять подушки? Закон запрещает травить людей! А разве у нас кого-то отравили? Кто-то подменил лекарство и подсыпал в настойку атропин! Вы знаете, я не удивляюсь! Если бы у меня была такая мать, я бы тоже хотела ее травить! Она просто измывается над своими детьми! Лариса здесь за бесплатную прислугу! А Леня, она с детства так замордовала, что он 36-ти годам стал просто импотентом! Брайся вон из нашего дома! Чтоб ноги твоей здесь не было! Завтра я подаю на развод! Ах, Леня, Леня! Говорил, что любишь! Говорил, что навсегда! Ладно! Машину я забираю, в конце концов, это совместно нажитое имущество! Все остальное будем делить через суд! Дрянь! И ничего твоего здесь нету! Неужели с этим ничего нельзя поделать? Увы, мы не можем ничего доказать. Мы не можем доказать, что она намеренно травила вашу маму, что она покушалась на нее. Но, в конце концов, вы добровольно принимали стимуляторы? Стимуляторы? Она действовала очень умно. Но у нас есть хорошая новость. Вашей матери больше ничего не угрожает. Ваш призрак – это результат отравления. Галлюцинация. Больше вы его не увидите. Подождите, а надписи на зеркалах? Я тоже их видела. У вас есть зеркальце? У меня есть. Возьмите в тумбочке. Бабкин. Брата жалко. Он был так счастлив с Энгой. Хорошо, что он узнал правду сейчас. Вот эти парни, сыщики, все так толково объяснили, почему свет гаснет, двери открываются, как надписи проявляются. Кажется, что правда призрака не существует. Кого я тогда вижу? Я же ее вижу и чувствую во время наших сеансов. Лариса, то, что она не хлопает дверьми и не сбрасывает посуду на пол, еще совсем не говорит о том, что призрака не существует. Верить нужно только себе, своим чувствам. А все остальное – это одна большая иллюзия. Скажи, ты готова продолжить наши сеансы? Серьезно? Я абсолютно серьезно. Я хочу попробовать еще один вариант. И теперь я уверен, что у нас все получится. У тебя же есть ключи от флигеля? Макар, да подожди ты. Макар, ты же с Такови можешь рассказать про любые фокусы с привидением. У меня лапшу на уши не вяжи. Макар, кто ходил по флигелю? Сережа. Кто Пашу напугал? Сережа. Инга. Да какая Инга, Макар? У нас везде камеры понатыканы. Инга в тот вечер из дома не обходила. Так, дай-ка сюда удостоверение. Что? Дай удостоверение. Зачем? Давай. Ну? Клади, клади. Дуй. Смотри сюда. Смотри сюда. Ну? Дай сюда. Так, где удостоверение-то, а? Вот, Сереж. Все это трюки, фокусы. Все, мы уезжаем. Не понял. Это что, полыня, а? Че она у меня там делает, а? Да пусть лежит не шеет, что ли? Ой, бабки, а ты со своими суевериями. Фокусник. Так, Таня жила здесь. Она любила петь смешные песни, по-моему, частушки. Мама один раз услышала и запретила мне к ней приходить. Сказала, что это неприличные песни. А мне нравилось. Вообще, Таня была веселой и доброй. Я думаю, что ее энергия осталась здесь. Ты готова? Готова. Тогда начнем. Посмотри внимательно на эту фотографию. А теперь сосредоточься на кристалле. А теперь сосредоточься на кристалле. Дarn Musik Длядь брида – А? Д Deодь бриба! Сize с той песни! Субтитры создавал DimaTorzok Главное, что мы доказали, что никаких привидений не существует Макар, посмотри, что это? Кого видели в зеркале? Кто-то появился там? Но это не бандиты, Макар Мы вообще не знаем, что оно такое Мы просто хотим разобраться, кто Ольгу Федоровну столкнул, то вот Пашу пугает Это же очевидно, это же Таня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это ты? Ты вернулась? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, счастливого пути. Да, на всякий случай в Москве покажитесь врачу и месяц диета, никакого алкоголя Я помню Ну все Представляешь, мой друг считает, что это привороты Я не верю в привороты Я тоже, но скажу тебе честно, со мной такой впервые Да Вообще-то я держу себя в руках Тут вообще накрыло, как пятнадцатилетнего школьника Просто ерунда какая-то Это не ерунда Это феромоны Послушай Что? Ты меня прости За что? Ну, я не должен был вот так вот Не с тобой Макар Ты о чем сейчас? Не горжусь я для серьезных отношений Я привык быть один и меня это устраивает и И что? Что ты хочешь сейчас сказать? На то, что ничего не будет, понимаешь? Завтра утром я уеду и все Блин, не должен был я так, не должен был ни с тобой Слушай Слушай Ты со мной разговариваешь сейчас как Как с невинной девицей Которую ты обесчестил И собираешься бросить Илюшин Мне тридцать пять лет на минуточку И я не хочу Серьезных отношений Да и отношения мясо та по горло Так что расслабься, пожалуйста А ночь была волшебная Тогда может закрепим? Мам, мы уже уезжаем Мам, мы уже уезжаем Мам, уже в машине Мам, передай своей гадалке, что она ошиблась Со мной все хорошо и ничего не случилось Все, вечером будем в Москве, пока А что случилось? Мамин оракул нагадал на кофейной гуще, что ведь Илья отсюда, Сережа, никогда не уеду А еще знаешь, что сказала? Видела кровь, смерть и велела нам с тобой бегать вокруг кладбища с зажженными свечами и читать заклинания Присядем на дорожку Ой, бабкин Ну что, собрались? Да Счастливой вам дороги, еще раз большое спасибо Обращайтесь Ну, надеюсь, больше не понадобится Ну, а вы всегда к нам приезжаете в любое время, если захотите отдохнуть или просто поохотиться Ловлю на слове Да, только вы езжайте через мост, потому что через лес дорогу перекрыли А что случилось? Непогода, деревья повалило, провода пообрывал, козырь от нас сейчас работает Понятно Мама Сереж, через мост поедем До свидания Давайте я вам помогу Спасибо Да, Арсений не до тебя сейчас У Кузьмичева крышу сорвало, его самого потрепало, мне туда бежать надо Ксения Ильинична, я на минуту, мне бы антисептик какой-нибудь и бинтов Что случилось? Поранился? Да нет, это не я, это собака моя Так, шприцы у тебя есть? Да были вроде какие-то На всякий случай, держи парочку Угу Так, ну, для собаки, я думаю, и так нормально Бинты Так, две ампулы, тебе хватит Таблетки растолчешь в пищу Угу Что останется, верни Растолку верну Спасибо, Ксения Ильинична, я ваш должник Беги, должник, собаку лечь Ага Ничего себе, Макар Вот это да Нормально занесло Так, а где хозяева? Смотри, Серега, там сумка чья-то Слушай, и кровь в машине Вот дела Шостакова Инга Олеговна Так, интересно, куда она могла пройти Так, давай, давай сюда Осю, пусть поработает Ося Иди сюда Ося, придется тебе поработать немножко Остин, след, след, след Ося, пошли, пошли Молодец, молодец, Ося Молодец Ищи Давай, давай, Ося, ищи, ищи Молодец, молодец Молодец. Так. Давай-давай. Хорошая собачка. Макар. Так. Так-так-так. Остин, ищи. Ну, давай-давай. Дальше. Ося. Приплыли. Так. Давай звони в полицию, хотя нет. Надо сразу козырь в администрацию. Пусть этот народ соберет. На адрес прочитать. Связи ни черта нет, Сереж. Поехали. Куда? Как куда? Обратно в поселок. Нужно предупредить Калугина и Шестаковых. А смысл? Ты знаешь, что придет в голову Инге? И я не знаю. Может, она захочет всех перестрелять к чертовой матери. Ты машину видел? Инга Рай, мы не знаем, в каком она состояний. Сереж, вот именно. Мы не знаем, в каком она состоянии. И не знаем, насколько она ранена. Поэтому наше дело предупредить. А дальше пусть сами разбираются. Ося, вперед. Давай-давай, догоняй. А, явился, не заболелся. Да. Я к вашему больницу. Обед на кухне. Марина, Мариночка, кое-что случилось, не нужно с тобой серьезно поговорить. Как там говорится, информация — самый дорогой товар. Так вот, мой товар очень дорогой. Мы со всеми долгами расплатимся. И еще останется. Хочешь на море поехать? Ну, да. Ну, иди тогда собери вещи и какую-нибудь еду. Я все в хижину отнесу. Подожди, в хижину? Некогда объяснять. Некогда объяснять. Если кто спросит, ты ничего не знаешь, поняла? Выходит, не журналисты. Макар и Сергей — частные детективы. Сюда они приехали по моей просьбе. Послушайте, сейчас неважно, кто мы такие. Я говорю про Ингу. Ее нужно разыскать и как можно скорее. Мы нашли разбитую машину, но Инга исчезла. Говорите, кровь в машине? Да. Она ранена. И мы не знаем, насколько тяжело. Но ей точно нужна медицинская помощь. Медицинская, не медицинская. Инга Олеговна — барышня с боевым прошлым. Поэтому она может быть опасна. Что за боевое прошлое? Ну, если коротко. Инга Олеговна отправила на тот свет двух своих предыдущих мужей. То же самое она собиралась делать и с нынешним. И она же пыталась убить Ольгу Федоровну. Или оснований для передачи дела в полицию у нас опять недостаточно? Двух мужей. С виду такая приятная женщина. Ольга Федоровна, один вопрос можно? Да, разумеется. Ваш дом застрахован? Конечно. Ага. А почему вы интересуетесь этим? Я вам потом все объясню. Калугин, на пару слов. Послушай. Первый муж. Инге сгорел в доме во время пожара. И она получила страховку. То есть, ты думаешь, что она сейчас может устроить что-то вроде этого? Конечно. При разводе она не получает ни копейки. Поэтому сейчас ее шанс. Ну? Что «ну»? Ее нужно разыскать. Инга Олеговна — очень умная и коварная женщина. Она уже убивала раз. Ей это все сошло с рук. Что мешает ей сделать второй раз, когда такой куш на кону? Что? Связь наладили? Вроде да. Нужно звонить Козыреву. Пусть прочешут лес. Ну, ну что там? Да погоди. Черт. Куда они там все провалились-то? Слушай, Арсений, а вдруг они не заплатят? Куда они денутся? Послушай, ну а вдруг они скажут, что… Иди лучше чай поставь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, алло. Это вас Арсений Яновский беспокоит. У меня к вам есть серьезный разговор. Давайте, ребята, ускоряемся! Ускоряемся! Еще раз говорю, нужно организовать поиски жены Чистаковых. Где я тебе людей возьму? Вон они люди, все тут, в лесу. Половины здесь, половины на других участках завалы разбираются. Эдуард Михайлович, говорю же, ситуация серьезная. А тут что тебе, жутки что ли это? И потом ты говоришь, что она ранена. А если что серьезная? Значит, надо ехать в район, везти в больницу. Как повезешь? Дороги все завалены. Мужики, сколько времени еще нужно, чтоб все это разобрать? Вы все почти закончили, Эдуард Михайлович, нам бульдозер. Нет у меня бульдозера, Степаныч, нет. Придется своими силами управляться. Значит так, людей я тебе дам, но потом, когда все здесь закончим. А сейчас бери Яновского в помощь, пусть берет своих собак и ищите, ищите. И иди уже, Колодин, не томи, не до тебя сейчас. И докладывайте, что там, как у вас. Перевязку я сделал, антисептик вколол. Но раны плохие. Если в больницу не положить, долго не протянет. Я о ней, конечно, позабочусь. Но деньги вперед. За то, что я буду молчать и в полицию не пойду, маловато, конечно. Но мы люди свои. Сочтемся. Она сейчас в охотничьем домике, ждет пока я вернусь. Так что… Да послушай ты. Тебе необязательно участвовать в поисках. Она ранена. Ей, возможно, нужна срочная помощь. Первую помощь мы окажем без тебя. Макар, ты не врач. А я врач. Ксюша, ты пойми, Инга очень опасна. Когда мы ее найдем, я обещаю, я тебе обязательно позвоню. Макар, давай не будем валить в одну кучу. Работай постель. Ладно? Да при чем тут постель? Это просто вопрос твоей безопасности. Да? А если бы я была мужчиной? А это здесь при чем? Представь, в ту же ситуацию только местный врач – мужчина. Ты бы стал уговаривать врача мужчину сидеть здесь и ждать твоего звонка, а? Ну где логика? К черту логику. Ты никуда не поедешь, слышишь? Никуда не поедешь. Я прошу тебя. Пожалуйста. Ты никуда не поедешь. Есть кто дома? Твою мать! Все, надо искать Ингу. Ты забыл? Мне кажется, я уговорил тебя никуда не ходить. А мне кажется, я просила тебе не мешать работе и постель. А я не мешаю? Слушай, у тебя своя жизнь и работа. У меня своя. Не надо ничего усложнять. Все и так очень сложно. Ну что ты смотришь? Разве не ясно? Я не хочу никуда уходить. Так не уходи. Я хочу остаться с тобой. Не пугайся. Я имею в виду только постель. Так оставайся. Не могу. К сожалению, постелью жизнь не ограничивается. Ты права. Все было бы гораздо проще. Да? Чем проще, тем лучше. К сожалению, мы это понимаем очень поздно. Когда нам пьем достаточно шишек и вдоволь настрадаемся. Да? Не бери. А вдруг срочно? Слушаю. Да. Я поняла. Да, сейчас буду. Кто это? Собираемся. Срочно. У Яновских несчастье. Одевайся. Ну что встал? Давай звони в район, вызывай труповозку. Ксения Ильинична, вы пошли на воздух, что ли? Зачем вы здесь? В заключении потом подпишете. Хорошо. Ну давай, звони. Да звони, только что толку. Дорога завалена, как они приедут. Черт. Ладно, тогда сообщи в район, чтоб как только расчистим дорогу, забрали тела и прислали следователя. А мы тут пока сами. Пиши давай. Обнаружены тела Яновского Арсения и Яновской Марины. У гражданина Яновского в левом подреберье колотая рана. Нанесена предположительно охотничьим ножом марки… Марки… Вепрь… Яновская. Я… Вот тина. Она не убивала мужа, верно? Она левша, а удар господин Яновскому. Нанесен правшой. Так что кто-то это все подстроил. Макар Илюшин, частный детектив. Детектив, значит. Это кстати. Маме… stabbedustечка! Ага… Малька Quots Ага Ага… Ага… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, думаю, преступление произошло на почве страсти, как говорится. Яновский был еще тот ходок, Марина его сильно ревновала. В общем, бабу мужика не поделили. Думаю, надо Ксению Ильиничну опросить. Подожди, 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 Калугин, присядь. Причем тут Ксения Ильинична? Как? Весь поселок в курсе, что Яновский за нее хлестывал. Кузин, почтальон наш, слышал, как Марина грозилась их двоих поубивать. Надо выяснить, где Ксения Ильинична находилась в момент убийства Яновских. Время смерти по протоколу какое? Час дня. Подожди, подожди. Калугин, я тебя прошу, с ума не сходи. Я понимаю, Марина Яновская приревновала мужа. Но Ксения Ильинична здесь с какого боку? Неужели ты думаешь, что она тоже жертва роковой страсти? Слушай, Илюшин, я не знаю, как у вас там в Москве все эти семейные дела решаются. В суде, либо за ужином в ресторане. Но у нас здесь народ простой. Чуть что за ружья хватаются. Конфликт был? Был. Значит, надо опросить. Понятно. Так, сядь. Бумагу дай. Давай, давай. Сейчас заявление примешь. Бери, к делу подошлёшь. С девяти утра до пятнадцати дня Пестова Ксения Ильинична была у себя дома. Чего смотришь? Со мной она была, понятно? И никакой Яновский ей не нужен. Чего ты раньше-то не сказал? Ты спросил бы, я сказал бы. Я бы лучше Яновского проверил. Он, кстати, звонил Шостаковым и пятнадцать минут с ней о чём-то разговаривал. Так что я бы поинтересовался, о чём. Мужика не поделили. Дома были Шостакова, Сева, Лариса. Лёня был в охотхозяйстве. Все в отказ ушли. Никто про Яновского ничего не знает, никто с ним не говорил. Да. Тот из них явно врёт. Надо понять, кто. Ладно. Как говорится, под лежачий камень. Пойдём, Серёж. Куда? В лес прогуляемся. Ингу поищем. Пока Калугин здесь с протоколами разберётся. Так, Серёж. Я думаю, скорее всего, она обратно в посёлок вернулась. Во-первых, ранена. Во-вторых, ночь, гроза. Ей нужна помощь. А туда лес он на тридцать километров. А почему ты Калугин сказал, что с самого утра был у Ксении? Серёж, ну сам-то как думаешь, а? Макар, я всё понимаю, но здесь не ларёк грабанули, здесь двойное убийство, а ты даёшь ложные показания. И что? Да то, Макар, то. Ты знаешь же, где Ксения была, когда Яновских убили, а? Не, может, ты знаешь, кто их убил и почему? Макар, ты ни черта не знаешь, но в первую очередь идёшь к Калугину и даёшь показания в её пользу. Так иди, напиши свои показания. Напиши, что Макар Ильюшин намеренно заводит следствие в тупик. Вперёд давай! А чего ты кипятишься-то? А? Ничего, Серёж. Ты же знаешь, что я никуда не пойду. Спасибо. Писать ничего не буду. Спасибо тебе огромное. Я уж думал, ты мента включил. Угу. Пожалуйста, я просто решил проверить, доверяешь ли ты Ксении или нет. Проверил? Да, проверил. И понял, пока ещё нет, иначе бы так не бесился. Макар, вот ты не верил в приворот, но сам посмотри. Ты никогда не путал постели с работы, а сейчас сам даёшь показания ложные под протокол. Слушай, пошёл ты к чёрту. Иди вон, лучше овраг проверь. Чё стоишь-то? Пошли проверять. Пошли проверять. Пошли проверять. Алло, Калугин? Илюшин беспокоит. Слушай, скажи, а сколько у Яновского собак? И все в доме живут? Ну какая разница в загоне? Ну в доме, да? Понятно? Макар, подожди, а ты собаку ее увидел? С ними все в порядке? Спасибо. Серега, мне кажется, я кое-что начинаю понимать во всей этой чертовщине. Смотри, Ксения сказала, что к ней приходил Яновский и просил бинты и антисептики. Якобы собака заболела. Что? А то, что Калугин сказал, что сегодня видел всех его собак, и все в полном здравии. М? Зачем ему все эти антисептики, зачем бинты, и куда он ходил перед тем, как его убили? Ты думаешь, он в лесу наткнулся на Ингу? Уверен, Сережа. Еще Калугин сказал, что у него есть хижина в лесу. Пошли. Вперед. Возь, вперед. Тихо. Пошли. Тихо. Давай. Так. Насколько я помню, Инга вышла из дома в белом. Ну, похоже, она действительно была здесь. Вопрос теперь, где она? Ося, Ося, давай, поработай немножко. Нюхай, нюхай, нюхай. Ося. Вот так, молодец. А теперь вперёд. Ося, давай след. Так, давай вперёд, вперёд. Молодец, молодец. Ося, вперёд. Молодец, молодец, Ося. Давай, 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 Ося. Ося, Ося, вперёд. Так, чего встал-то? Погоди, Серёга. Смотри, Серёга, там кто-то есть. А ну, стоять! Да погоди, да. Макар, Макар! Макар, Макар, ты чего? Да, мать! Макар! Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, Макар. Нормально, зацепила. Сейчас, сейчас. Держусь, держусь, держусь. Держусь. Алё! ПО-ПО-ПО-ПДИССКИЙ СИГНАЛ КАРАПОТИЙ СИГНАЛ КАРАПОДИОВСКИ Тихо! 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 Потерпи, 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 потерпи! Вот! Секундочку! Держись! Все! Нормально, прилетела! Лежи, лежи! Ты что? Не вставай, тебе еще нужен покой! Больно? Ну, вот! Так, от охотничьего ружья стреляли из сайги! Погоди! У Яновского из дома пропало одно из ружей! Где это? Дай-ка я угадаю! Сайга! 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 Ларочка, сделай, пожалуйста, чай мне и что-нибудь поесть! Вы ее нашли? Пока нет. Темно. Не имеет смысла. Завтра Козырев возобновит поиски. Я в душ! Да и я. У тебя руки дрожат. Что случилось? Мы ее разозлили. Она вернулась и может причинить кому-то еще вред. Не переживай. Ингу найдут. Я не про Ингу. Я про Таню. Она несчастна и злится, и может проявлять агрессию. Подожди, не волнуйся. Подожди, подожди. Инга попала в аварию, потому что не справилась с управлением на скользкой дороге. Нет, она очень опытный водитель. Я знаю, я с ней ездила. Даже очень опытный водитель может попасть в ДТП. Мама ее тоже видела. Таню? Я слышала, как она вчера рассказывала Лене во флигеле. Сева, мы должны вернуть ее обратно. Хорошо. Хорошо. Мы обязательно ее вернем. Только давай сначала попьем чаю. Хорошо? И поговорим о чем-нибудь другом. Ладно? Они считают, что Инга может быть опасна. Мама, ну не надо об этом. Пожалуйста. Чего-то подобного я ожидала. Чего ты ожидала, мама? Что Инга собирается нас убить? А что ты раньше об этом не сказала? Мы тогда бы сыгонолили кучу времени и избежали бы всех этих неприятностей. Прости, я сказала лишнее. Мама, это ты меня прости. У меня нервы. Ой, бедный мой сын. На тебя столько навалилось. Ничего, мама, я справлюсь. А что касается Индии, то ты была права. Не надо было на ней жениться. Ты любил ее. Наверное, сейчас любишь. Несмотря на все, что она сделала. Нет. Нет, это была не любовь. Это было какое-то наваждение. Но с этим покончено. Сердцу не прикажешь, сынок. Да, ты ведь говорила, мама, что в нашей семье редко выходили по любви. А если женились, то всегда неудачно. Я должен был найти достойную жену. А был подвержен чувствам. Но с этим покончено. Все. Хорошо, сын. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Это, похоже, твоя мать. Что она здесь делает? Ты же говоришь, что она никогда не ходит во флигель. Что она здесь делала? Жгла старые фотографии. Зачем? Чтобы избавиться от призраков прошлого. От Тани? Я думаю, ей страшно, Лариса. Мне тоже страшно. Послушай, Лара, если тебе страшно, мы можем прямо сейчас прекратить наши сеансы и просто уйти отсюда. Нет, ты же сам сказал, что нужно довести дело до конца, нужно понять, зачем Таня вернулась. Хорошо, как скажешь. Нет, она больше не хочет со мной разговаривать. Лариса, ты устала, тебе нужно отдохнуть. А потом мы продолжим наш сеанс снова. Пойдем в сад. Подышишь воздухом. Пойдем в сад. Подышишь воздухом. Пойдем в саду. Это я. Я вернулась. Нет. Ты умерла. Ты не можешь вернуться. Посмотри на меня. Это я. Я пришла за тобой. Пойдем в саду. Пойдем в саду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остин, ну давай быстрее. Делаешь ли дела? Давай-давай, и давай пойдем. Ну, что ты? Не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вафлигли, кровь на полу. Я думаю, Инга была там. Поэтому уж и с такой, такая истерикой случилась. Эх, Серега, хорошо бы ее допросить, конечно. Она сейчас спит. Ксения Ильична, дала ее снотворное. Говорит, нервный взрыв. Чай будешь? Слушай, давай я сам налью, а то как она не будет. Как инвалид. Ух ты, блин. Сиди ты, инвалид. Мне еще вот что интересует. В какой такой странной истории Козырев замешан? Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо. Ксения Ильична сказала вам кашу сварить. Мама просит извинить ее значной шум. Она скоро спустится. Ничего страшного. Мы понимаем, что Ольге Федоровне и так пришлось много пережить. Я очень за нее испугалась, если честно. Спасибо. Никогда не видела ее в таком состоянии. Мама! Зачем ты встала? Ксения Ильична же сказала тебе отдыхать. Я в порядке. Доброе утро. Доброе. Здрасте. Лара. Да. Ключи от флигеля нет на месте. Найди, куда они подевались. Запри флигель, а ключи принеси мне. И большая просьба. Во флигель не ходить. Даже близко не подходить. Приятного аппетита. Спасибо. Шестакова ночью кричала о какой-то старой истории, в которой вы замешаны. О чем шла речь? Значит, вы тоже об этом слышали? По-моему, об этом слышал весь поселок. Только что за история? Понятия не имею. Она была не в себе, вы знаете. Прибежала ночью, в халате. Чушь какую-то несла. Да. Вот, полюбуйтесь. Что это? Я б тоже хотел знать. Это Танин платок. Мы использовали его с Севой на сеансах. Чтобы вызвать духа. Если использовать вещь, которая принадлежала человеку при жизни, это облегчает контакт. Он лежал в шкафу у Тани. Но крови на нем тогда не было. Давай правый план пошире. Ага. Нашел. Не трогай. Вот. Пошли побежать. Сейчас. Ага. Похоже, пыталась добраться до поселка, но не смогла. В любом случае, мертва уже больше суток. То есть, получается, в момент убийства Яновских Инги Олегуна уже не было в живых. Ну, выходит, что так. Ну и дела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, Серега, там кто-то есть. Макар, ты чего? Твою мать. Ты ведь говорила, мама, чтоб наши семьи редко выходили по любви. Да успокойся, ты можешь нормально… И сам в этой истории повышен забыл. Ну и дела. Итак, если не Инга, то кто убил Яновских, это раз. И второе, что за раненый в хижине у Яновского. Слушай, а может тот же, кто был вчера во флигеле, а? Там же тоже кровь на полу и платок в крови. И все это крутится вокруг истории Станей Крыловой, которая спокойно жила в этом флигеле, а потом вдруг взяла и ни с того ни с сего, утопилась. И вокруг мужа Шостаковой, которого застрелили чуть ли не в тот день. Ага, и теперь Шостакова ходит к Козыреву и требует, чтобы и тот не беспокоил мертвых. Вот я думаю, может быть, Таня утопилась из-за него? Из-за Козырева? Да. Может быть. Не надо было этого делать. Ты про сеансы? Я не думала, что так получится. Как так, Лара? Я не понимаю. Ты не видишь? Мы вызвали Таню, она сердится и мстит живым. Это я виновата. Лара, ты ни в чем не виновата. А кто? Мама права, я ничего не могу сделать, как следует. Я хотела, чтобы она успокоилась, а она злится. Лара, слушай, Бабкин, может ты прав насчет привидений, утопленницы? Я смотрю, ты расстался со своим скептицизмом. Нет, что ты делаешь, а? Прости, прости. Все. Ну, в некотором метафорическом смысле, я вот что подумал. А если Татьяна Крылова действительно могла поехать обратно? У нее же была дочь. Если дочь узнала что-нибудь о своем прошлом, то, что мы не смогли раскопать, а? Например? Например, про своего отца, из-за которого ее мать могла утопиться и решила приехать сюда. Зачем? А вот подумай, может быть узнать о своей матери, а может быть Серега, отомстись, а? Так, сколько же я сейчас лет? Приблизительно лет двадцать, да? Да. Я скоро. Ты куда? Таню Крылову передали тогда, в органы опеки. Так. Вот книга начну. Отлично. Выздоравливай. Спасибо. Отлично. В органах опеки сказали, что полгода назад Соню Крылову разыскивала какая-то женщина. Да, некая Рогова. Я так поняла, дальняя родственница. Но информацию о детях мы не имеем права раскрывать. Так ей сказали. Вам я могу повторить все то же самое. Я понимаю. А может вы дарите адрес этой родственнице? Ведь это не секретная информация. Адрес, пожалуйста. Насколько я помню, она живет в доме престарелых. Китайте. Слушай сюда, Алюшин. Оказывается, мы не первые, кто интересовался судьбой Сони, дочке Тани Крыловой. Некая Наталья Рогова. Она полгода назад разыскивала Соню. Кстати, работала в Тихогорске, паспортисткой. Подожди, подожди. Получается, что Крылова ей родственница? Ну, пока точно не могу сказать. Но с уверенностью говорю тебе, что она очень была виновата перед Соней. Так. А как нам найти Рогову? Ну, к сожалению, мы это не сможем узнать, потому что Рогова три месяца назад скончалась и свою тайну унесла с собой в могилу. Но я достал адрес Сони. Его дала мне медсестра из дома престарелых. Она как раз по просьбе Роговой посылала письмо Соне. Так что вот так, Алюшин, работаем. Ну, теперь, если ты готова, мы можем начинать. Ты уверен, что мы не сделаем еще хуже? Ну, ведь мы же ее уже вызвали, так? Она здесь. И у нее есть незаконченное дело. Иначе бы она не пришла. Я понимаю. Лариса, мы должны во что бы то ни стало довести наше дело до конца. Мы не можем бросить все вот так на полдороги. Хорошо, я готова. Начнем. Ты точно готова? А теперь следи за моим кристаллом. Лариса, дыши ровно, спокойно. Желтый приятный свет попадает внутрь тебя. Лариса, ты сейчас с ней? Да. Где вы находитесь? На берегу пруда. Лариса, я не знаю, что она делает. Она мертва. Она утонула? Нет, она не утонула. Ее утопили. Кто этот человек? Он... Лариса, ты должна постараться заглянуть и увидеть лицо человека, который убил Татьяну. Нет, нет. Он может не заметить. Лариса, постарайся. Лара, постой. Ну, постой, постой. Ну, поговори со мной, Лара. Я не могу. Я не могу говорить об этом. Ты ничем не можешь мне помочь. Мы все решим, Лара. Я обещаю. Просто скажи, кого ты видел? Она мне... Он мне открыл, кто ее убил. Она открыла. Ее сунули под воду и держали там, пока она не задохнулась. Я знаю, кто это сделал. Кто это сделал, Лариса? Как мне теперь с этим жить? Кто это был, Лара? Как мне теперь с этим жить? Кто это был, Лариса? Оставь меня! Ты ничего не можешь сделать! Ты ничем не можешь мне помочь! Лариса, что ты творишь? Ты знаешь, что это за препарат? Лариса, ну, ты же понимаешь, что это не выход. Все. Я не могу. Я не хочу заказать. Я все встала. Я не могу. Лара, просто расскажи мне все. Вдвоем мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю. Но ты не должна молчать. Ты не должна переживать все в одиночку, Лариса. Ну все. Пойдем, пойдем. 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 Недавно Соня получила письмо. Что-то насчет своих родителей. Когда это было? В начале месяца. Соня взяла отгулы и уехала. Должна была два дня назад вернуться, но не вернулась. А куда именно она уехала, не знаете? Куда-то в Тверскую область. Поселок Тихогорск. Тихогорск? А у вас есть фотографии, Соня? Да, есть. Сейчас. Так. Сейчас. Не то. Не то. А. Вот она. Спасибо. Думаю, пора определиться, Ольга Федоровна. Это Соня. Дочь той самой женщины, которая двадцать два года назад утопилась. Очень милая девушка. Ну, бей бог, я не понимаю, что я должна вам объяснить. Несколько дней назад Соня сюда приехала. Она вышла на повороте к вашему дому. И с тех пор больше ее никто не видел. А вы уверены, что она направлялась именно сюда? Бабкин, ну ты как думаешь? Врешь из такого, а? Да кто ее знает. Так, еще раз. Водитель сказал, что высадил Соню на повороте. Оттуда, до дома Шостаковых. Меньше километра. Вопрос, куда она делась? Погоди. По дороге к Шостаковым дом Козырева. А если у Козырева был роман с Татьяной Крыловой, и, может быть, Соня, его дочь? Может, к нему она и ехала? Пошли. КОНЕЦ 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 Ну я ничего не знал. А почему вы решили, что она пошла сюда? Что самое интересное, Ольга Федоровна Шостакова задала нам такой же вопрос. Надо срочно сообщить в полицию. Пусть официально оформят расследование, начнут поиски. Черт, я бы мог подумать. Одно лицо. Я должен был это сделать раньше. А что сделать? Найти эту девочку. Но я почему-то решил об этом не думать. Подождите, поправьте меня, если я не прав. Соня ваша дочь? Моя? Да. Не, ну что, нет, конечно. Подождите, почему вы должны ее найти? Видимо, пришла пора рассказать правду. О том, что произошло здесь двадцать два года назад. Почему мы не общаемся с Шестаковой? Спасибо. Присаживайтесь. Лара, так что же все-таки случилось во время сеанса? Ты говоришь, что Таня не покончила с собой и ее утопили? Да. Это произошло здесь. Видите ли, Шестаковы были не очень счастливы в браке. Ольга больше занималась домом, ей было наплевать на мужа. И тогда Шестаков завел роман с Татьяной и Соня, его дочь. Так? Они любили друг друга. Таня родила ему дочь, но она не хотела разрушать семью. Ее все устраивало как есть, а он наоборот, хотел развестись. Он хотел жениться на Тане, признать дочь. Это был единственный его ребенок? Да. Единственный. Леня и Лариса — это дети Ольги от предыдущего брака. Я тогда пошел к Шестакову, нам надо было выяснить ситуацию по поводу леса. Я пошел через сад. И там я стал свидетелем убийства. Кто это был? Кто утопил Таню? Моя мама. Шестакова держала Таню за волосы головой в воде. Я издалека как-то не очень разобрал, что там происходит. А когда, а когда понял, было уже поздно. Шестакова убила Татьяну. Да, Шестакова. Она когда поняла, что натворила, у нее сразу истерика случилась. Она плакала, орала, кричала, валялась на земле. А почему? Она накануне узнала, что муж подал на развод. Он вечером зашел в администрацию и написал заявление на установление отцовства. Я правильно понимаю? Паспортистка была Рогова? Да, Рогова. Она тогда работала в администрации. Поэтому Шестакова прекрасно понимала, что при разводе ей ничего не достается. И допустить этого никак не могла. Я была у Дани в комнате. Мне так нравилось у нее бывать. Она пела песни. Иногда разрешала мне играть с ее маленькой дочкой, Сонечкой. А потом пришла моя мама. Она, наверное, не знала, что я там. Позвала Таню на улицу. Сказала, что ей нужно о чем-то поговорить. То есть Таня ушла, а ты осталась в ее комнате? Да. Но Сонечка так плакала, и я никак не могла ее успокоить. Я пошла на улицу, стала везде искать Таню и нашла ее у пруда. Сонечка. Сонечка. С моей мамой. Ну, берите руки. Победу! Готово! А что произошло тогда, когда вы оттащили Шостакову от Татьяны? Я отвел ее домой. Налил стакан водки, чтобы она успокоилась. Сказал ей, что лично приму у нее добровольное признание и готов содействовать, чтобы она получила условный срок. А в доме я увидел, что в дверях стоит Володя. Володя. Володя Мушастаковой — это ваш друг? Да. Да, друг. Черт. Все, как вчера было. И дальше? У Володи в руках было ружье. И он, он слышал наш разговор. И догадался, что Таня, его Таня, погибла. И что убила ее Ольга. И он ружье стал поднимать, он хотел ее застрелить. Но там, даже не знаю, как все случилось, борьба, возня какая-то, выстрел. Он, в общем-то, сразу умер. Пуля в сердце попала. Ничего не могли сделать. Понятно. Ну и что же дальше? Дальше. Дальше Шестакова сделала мне предложение. Она сказала вам молчать. О том, что произошло с Таней. А она будет молчать о том, как погиб ее муж. И вы, конечно же, согласились. Согласился. А что делать? Что мне делать было? Скажите, пожалуйста. Потому что не имел права. Я не имел права запятнать свою репутацию. Ничем. Ладно, хорошо. Это вы поняли. А что случилось с Соней? Шестакова велела забрать заявление из администрации. Я так и сделал. А Роговой велел молчать. Конечно. Тогда Соня получила бы полдома. Ну, а вы пытались разыскать Соню? Нет. Я просто пытался забыть. Получилось? Да ни черта у меня не получилось. Послушайте, я думаю, что с Соней в беде. С ней может произойти то же самое, что с Таней. Нужно что-то делать, пока не поздно. Если уже не поздно. Разберемся, спокойно. Разберемся. Да, Илюшин слушает. Едем. Поехали, Серега. Ружье Яновского, которое пропало у него из дома. Если я правильно понимаю, у Макара стреляли именно из него. Возьми. Итак, мать собрала вас из библиотеки и рассказала, что Соня — это дочь утонувшей Татьяны Крыловой и вашего отчима. Прибыла сюда, чтобы получить часть своего наследства. Так? Мама сказала, что встретила Соню во Флиделе. И та сразу ей объявила, что хочет отсудить половину дома. Для мамы это был удар, имение для нее — это была вся жизнь. То есть, из такого вышло и из себя? Она не хотела убивать Соню. Мама сказала, что вообще не понимала, как это произошло. Она очнулась, а девушка уже лежала на полу с разбитой головой. Что было дальше? Мама сказала, что она отвезла Соню в лес, в машине, в багажнике. Там хотела ее закопать, но у нее не было ни сил, ни времени. Просто закидала ее ветками. Ольга Федоровна ошиблась? Эта девочка Соня не погибла? Она каким-то образом добралась до хижины Яновского и всем рассказала. Яновский позвонил маме, стал ее шантажировать, потребовал денег за молчание, но мама не поверила, что все останется в тайне. Что такого было дома у Яновских? Да, она хотела, чтоб все выглядело, как будто это ссора. То есть, из дома Яновских она отправилась в охотничью хижину? Мама искала ее, но Макар с Сергеем ей помешали. Это ваша мать стреляла в Макара? Ну, она все время плакала, просила прощения и плакала. Потом меня выставила за дверь. Потом расстался выстрел. Да, а где сейчас Соня? Надо найти ее. Надо найти ее. Значит, есть информация. Девушка отправилась в сторону охотничьей хижины у старой Запруды. Задача – прочесать лес. Двигаемся в сторону Запруды. Может, удастся найти ее живой. Идемте. Да, пошли. Я не знаю, как это пережить, Лень. Правда, не знаю. Зачем она это сделала? Что? Что, покончила с собой? Наверное, не видела другого выхода. И когда поняла, что произошло, не смогла с этим жить. А я тоже не хочу с этим жить. Значит, у моей мать убийца. Ларочка. Все пройдет. Поверь. Мы справимся. Все равно она наша мама. И она очень много нам дала. У нас было прекрасное детство. Помнишь, какие она устраивала нам праздники? И какие мы делали домашние спектакли? Да. Ты всегда хотела играть в злодея. Мама хотела, чтобы я была принцессой. Да. Мама всегда хотела, чтобы ты была принцессой. Но ты любила казаки-разбойники. И прятки. Ты всегда выигрывала. Лучше всех пряталась. Но до сих пор не могу понять, где ты умудрилась так хорошо прятаться? В тайной комнате. Что? Ларочка, тайной комнаты не существует. Это семейная легенда. Существует. Мне Таня рассказала. Ты мне никогда не говорила об этом? Ну, я забыла, наверное. А сейчас ты спросил, я и вспомнила. Погоди, погоди. А где она находится? Я же в свое время обсорил весь Филигель. Я не помню точно. Меня Таня туда пускала. Я вбегала, а она меня запускала. Там, по-моему, в печке какой-то рычаг. С ума сойти. Макар! Макар, Лариса прилегла. Побудьте с ней, пожалуйста. А вы куда? Я хочу присоединиться к поискам Сони. Понимаете, Макар, я не могу здесь оставаться, зная, что по вине матери в лесу пропадает девушка. Это вина нашей семьи. Лес я знаю очень хорошо, и там от меня будет больше пользы. Понятно. Не хочешь обезболивающее принято? Нет, спасибо. Слушай, в голове не укладывается. Как такое возможно? Я просто не понимаю. Ладно, ладно, она ударила, эта девочка в состоянии аффекта. А потом погрузила в машину, вывезла в лес и спрятала тело. Более того, вернулась в дом и продолжала пить чай и вести светские беседы. Как такое возможно? Да, в таком-то возрасте. Откуда силы берет? Еще с больной рукой. Как ты сказала? Что? Ты умница. Что? Подожди. Надо кое-что проверить. Бабкин, Шостаков не с вами. Да нет его здесь. Он дома должен быть. Что ему здесь делать? Нет. Хорошенькая дельца. Да ты мне можешь объяснить, что случилось, Макар? У Шостаковой больная рука. Да, и что? Ты права, она не могла это сделать. Кто? Это сделал ее сын Леня. Однажды он пришел домой весь грязный. Сказал, что они вместе с Яновским ставили капкан. Никаких капканов они не ставили. Он ездил в лес избавиться от дела. Черт. Леонид. Сиди здесь, никуда не выходи. А ты куда? В таком состоянии, Макар? Сиди здесь. Я получила письмо. Мы ведь жили с мамой здесь, когда я была маленькая. Маленькая дрянь. Ты ведь приехала сюда не для того, чтобы узнать про маму. Ты приехала забрать дом. Наш дом. Мама часто пела у нее песни. Садись! Это там Шостакова. Он всегда был и будет. А ты скриньешь здесь, и никто, никто не узнает! Нет. Это была не Шостакова. Это был ее сын. Она позвала сына. Я ему объяснила, зачем приехала. Он сперва был спокоен, а потом начал кричать, что, мол, дом никому не отдаст. Даже накинулся на меня. Ничего не получишь. Он меня ударил, и я теряла сознание. Я очнулась в какой-то яме под ветками. Я поползла по лесу и наткнулась на хижину Яновского. А Яновский меня перевязал, накормил. И сказал, что нельзя обращаться к местным полицейским, мол, у Шостаковых все куплено. Обещал меня отвезти в город, в полицию. Я его ждала, но вместо него я увидела, как к хижине подходит сын Шостаковой. Я тогда, я не помню, мне чудом удалось бежать. А скажите, как вы добрались до усадьбы? Я не помню. Мне было так плохо. Я спряталась во флигеле. Там я нашла платок мамы, который я помню с детства. А ночью пробралась в дом. Я хотела позвонить, но телефон не работал. А вас я совсем не помню. Это вы меня нашли? Да. И помогла мне в этом Лариса Шостакова. Я услышал их разговор с братом, и она сказала мне про эту тайную комнату, что она существует. Я сразу подумал, что вы можете быть там. И слава Богу, что я не ошибся. Только не могу понять, как вы нашли этот вход. Вы же тогда еще были совсем маленькой. Может быть, вспомнили что? Я думаю, это дух. Ты о чем? Дух Сониной мамы. Он ей помог. Что? Помог найти тайную комнату? Угу. Ларис, духов не существует. Это детские воспоминания, которые вышли наружу в стрессовой ситуации. Но ты же говоришь, что Таня открывала дверь, а Соня видела, как она это делала. Но она была совсем крошкой. Дети способны помнить себя с пяти месяцев. Это научно доказанный факт. А Соне тогда было уже больше года. Я должен тебе кое в чем признаться. Это важно. Заключение от «Баллистиков» только что пришло. Ты был прав. Шостакова в себя не стреляла. Ее собственный сын убил. Ну, понятно. Покушение на Соню, двойное убийство Яновских, то, что он у Макара стрелял, это я даже не считаю. Потом Манде стрелял, чтобы стрелки на нее перевести и сухим заводы выйти. Хорошая попытка. То есть, ты не веришь в призраков? Призраки существуют только внутри нас. И очень здорово могут испортить нам жизнь. Я не имею отношения, Лариса, ни к парапсихологии, ни к зеленым человечкам, ни к спиритическим сеансам, ни к любому другому шарлатанству. Я врач. Я клинический психолог. И моя задача — помочь пациентам вытащить их подавленные чувства и научиться смотреть страху прямо в глаза. Подожди. А наши сеансы, ты что, врал? Нет, не совсем так. Наши сеансы помогали нам настроиться на нужную волну, чтобы вытащить вот эти твои подавленные воспоминания. Я пишу сейчас диссертацию на тему, как помочь людям, которые верят в тонкий мир, путем этой веры. Понимаешь меня? Ты что, меня использовал? Нет. Нет. Сначала я просто хотел помочь тебе. А потом тебе мой случай показался интересным? Нет, не совсем так. Потом, когда я узнал тебя поближе, я понимаю, что это непрофессионально, но я ничего не могу с собой поделать. Но, честно говоря, я и не хочу ничего с собой делать. Я люблю тебя, Лариса. Если ты сможешь простить меня, то я обещаю тебе, что я сделаю все для того, чтобы ты была со мной счастлива. Он был моим научным руководителем. Взял к себе в интернатуру. Я его очень любила. Еще с института влюбилась. А потом узнала, что он дал безнадежному пациенту смертельную дозу морфия. И взял своего родственника за это деньги. Потом я узнала, что это был не единичный случай. Его поймали за руку. Было расследование. Я дала ложные показания, чтобы его защитить. Потом уволилась. Так что вот, пытаюсь начать же заново. Я одна. И меня это абсолютно устраивает. Все. Знакомая история. Да? Мы с тобой два сапога пара. Слушай, а может, нас поэтому тянет друг друг? Не знаю. Но то, что тянет, это факт. Иди ко мне. Нет. Иди. Нет, нет, нет. Макар, мне пора. Перестань. У нас полно времени. Нет. Не хочу, чтобы ты никуда уходила. Ну вот, началось. Не хочу, чтобы ты никуда уходила. Все было хорошо. И не надо ничего усложнять. Да? Да. Ты права. Спасибо за ночь. За то, что спасла мою жизнь дважды. Ты тоже меня спас. Так что мы в расчете. Береги себя. Ну что, Сереж, прав я был? Нет никаких привидений. Все это сплошной трюк. Видишь, как жена Ленина Шостакова оказалась куда сообразительнее своего мужа. Нашла эту комнату, ход из которой вел в спальню. Кстати, эта спальня раньше принадлежала их прадеду, который посещал свою любовницу в тайне. И никто об этом не знал. А Инга Олеговна воспользовалась этим ходом по-своему, Сереж. Чтобы свекровь пугать. Вот. Вот. Вот и все. Серег, останови машину. Что? Машину останови. Я должен идти. Макар, ты чего? Макар! Серег. Макар. Потом, Сереж. Макар, прекрати. Макар! Серег, я должен вернуться. Ну, ладно тебе. Что ты? Давай я тебя подвезу. Серег, все. До встречи. Ты, ты уверен, Макар? Макар! Шеф, до занатория. Пашенька, посмотри на меня. Посмотри, девочка. Ты моя хорошая. Лариса. Ты хорошо подумала? Ну, это надолго. Это нелегко. Я никаких гарантий не даю, что результат будет. Ксения Ильинична. Ну, она же совсем одна осталась. Яновские умерли в больнице. От нее отказались. Сказали, что это неизлечимо. Предложили в интернат сдать. Что вы думаете, ей тут хуже, чем в интернате будет? Это я все хорошо понимаю. Просто тебе придется очень тяжело. Я только об этом говорю. Паше нужен уход. Я привыкла. Я же о маме всегда заботилась. О гостях наших. Главное, что она совершенно одна. Я знаю, что такое быть без семьи. Ларис, ну ты же хотела уехать отсюда. Да, мне так казалось. Уехать, начать новую жизнь. Без Леньки, без мамы. Одной. Да мечталась. Слушай, в том, что произошло, нет твоей вины. Ларис, ты не виновата. Сева тоже так говорит. Но знаешь, что странно? Что, как только появилась настоящая возможность уехать, я поняла, что не хочу этого делать. Это же мой дом тоже. Так что не волнуйся, с Пашей все будет хорошо. Сева будет с ней заниматься. Сева? Он не хочет возвращаться обратно в Москву? Нет. Он диссертацию пишет, сказал, что тут лучше пишется. Угу. Он сказал, что истерический паралич очень плохо, мало у нас пока изучен. Он хочет попробовать какую-то новую американскую методику. Ларис, я очень за вас рада. Мне пора. Я побегу. И я надеюсь, что все у вас получится. Пока. Все у нас получится. Да, красотка. Ну, вот. Вернулся с полдороги. Я хотела, чтоб ты вернулся. Что дальше, Макар? Не знаю. Что нам с этим делать? Поживем, увидим. Макар, ну ты же обещал вернуться в Москву еще на прошлой неделе. Скажи мне, ты думаешь приезжать или нет? Мама. Успокойся. Я тебя ни с кем знакомить не собираюсь. Я знаю, что у тебя уже есть девушка. Я очень этому рада. Теперь ты не будешь жить один, не будешь на бегу хватать четыре работы, а будешь полноценно обидать дома. Кстати, у меня есть чудный китайский сервиз. И я подумала, что может быть… Мам, мам, подожди, подожди, подожди. С чего ты решила, что у меня кто-то есть? Ну, помнишь, я тебе говорила про одну знакомую? Она гадает на кофейной гуще. Так вот, она сказала, что у тебя есть девушка, красивая… Шатенко. Слушай, мам, я тебе позвоню по поводу сервиза. Все, пока. Ты представляешь? Мама в курсе наших отношений. Говорит, что ей какая-то гадалка нагадала и увидела тебя в кофейной чашке. Мат! Макар, я не верю в кофе в кофейной чашке. Я уже готов во все поверить. У倒озова. И год я пришла в кофейной чашке. Ни господrimentи на окрыт, оно сможет,DI Seattle. Ма? М Araи? Ну, останов careful! Извинетий – ты прошел.